Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Вы уже решили, где и как проведете свой отпуск? Давайте к вам кое-что расскажу. Только не надо думать, что раз я живу в Испании, то сразу же вам сейчас начну сватать испанские курорты, хотя и с ними все в порядке. Начну издалека. Я ненавижу пляжный отдых. Был у меня период, когда я пахал без отпуска лет 5, а может быть даже 7, сейчас уж не вспомню. И когда наконец-таки отпуск у меня выдался, сразу 2 недели, мы с семьей поехали в Италию. Это был вообще самый первый наш выезд за границу. И первую неделю мы ехали с юга Италии, с низа сапога, на север, до самой Венеции. Было безумно интересно и вообще здорово. А вот вторая неделя, в противовес с первой, кстати, турагентство называют ее зомби-тур, вторая неделя была пляжной. Мы заселились в отель на самом берегу моря, первой линии. Отель располагался в Лидо Диезело. Это узкая песчаная коса, которая деляет Венецианский залив от Адриатического моря. Так вот на этой второй неделе я чуть не сдох от скуки. Сразу после завтрака с полотенцем наперевес, прям в плавках спускался из номера, выходил на пляж, плескался минут 10-15, потом укладывался на лежак. Минут 10 меня хватало, и потом я, осатанев от безделия, поднимался в номер под кондиционер. Так вот все еще осложнялось тем, что этот городок, это по сути узкая полоса суши, заполненная исключительно отелями. Мы его обошли в первый же вечер, от начала до конца, и делать там было больше вообще нечего. Так вот, следующий отпуск, а он случился нескоро, прошел по другой схеме. Мы с друзьями, вы, кстати, видели в ролике в качестве профессиональных восхитителей, вот сюда, щелкните и смотрите. Так вот мы с ними арендовали парусный катамаран, небольшой, 11,5 метра в длину, и провели на нем целую неделю. Сразу скажу, на катамаране нас было 7 человек, и обошлось нам это удовольствие, ну, процентов, может быть, на 5 от силы дороже, чем если бы мы эту неделю провели в 4-5-звездочном отеле. Не знаю, как цены соотносятся сейчас. Очень важный момент. Если у вас нет корчек яхтенного капитана, то капитан, которого вы выберете, должен быть очень приятным общением с человеком, чтобы вам с ним было легко на яхте. Нам в этом отношении чрезвычайно повезло. С ним мы познакомились еще в Москве, и к моменту нашего приезда на яхту он уже встречал нас там. Эта неделя была просто феерической. Я за эту неделю не вспомнил не то, что про работу, даже про то, что существует там какая-то Москва и прочее, как отрубило. Николай, если ты вдруг смотришь это видео, мы по тебе чертовски скучаем. Уже осенью я пошел учиться на шкипера, как раз-таки к Николаю, и в ноябре месяце мы опять пошли в Ионическое море по греческим островам. Я совершенно не знаком с материковой частью Греции, но вот на островах было интересно. Представьте себе, яхта очень маленькая. Каюта на ней – это, по сути, одна кровать от стенки до стенки, полутораспальная, но в лучшем случае двуспальная. И в ногах есть пятачок буквально полметра на полметра, где можно только встать одному, чтобы переодеться. Поэтому вся жизнь на яхте происходит на палубе. И получается такое удивительное сочетание, потому что эта палуба, эта яхта – это, по сути, как ваш гостиничный номер. Только этот номер непосредственно с выходом на море. И так как в каюте сидеть не будешь, целый день наверху. И странное ощущение – яхта неторопливо идет по морю под парусами, как правило. А ты такой сидишь, наслаждаешься жизнью, попиваешь кивко. Холодненькая. Надоело просто сидеть, валяться, тянешь веревки, настраиваешь паруса, чтобы идти побыстрее, помедленнее. Причем это не где-то там в открытом море ходишь. Нет. Все это происходит ввиду берега. То есть на расстоянии 100, 200, 500 метров от силы идешь между островами. Походили немного. Нет, начну так, с этого. Представляете, вечером мы приехали на яхту, а там яхтенный порт, Марина. И стоят яхты рядами. Подсветка, ветерочек. Люди ходят в белой одежде, потому что море жарко. Ощущение, что попал в рай для миллионеров. Хотя совсем не миллионер, как вы понимаете. И вот. Заснули мы на этой яхте, с утра просыпаемся, и Николай, капитан, говорит, «Ну что, пойдем, что ли?» Мы зашли в магазин, закупились продуктов, а на яхте есть камбус. Ну, маленькая плита, можно приготовить еды. Вот. Мы выходим в море, проходим час-два, два с половиной, наверное, где-то не торопясь. Заходим в маленькую бухточку, бросаем якорь, тут же начинаем купаться с борта яхты. А я вам скажу, что какой бы пляж чистый ни был, вода всегда там грязная. Все-таки грязная. Так вот, когда ты стоишь в ухте на море, это изумительная чистота воды. Прыгаешь. Дети плескались, как не знаю кто. Поплавали, вылезли из воды, хочется что-то перепустить. Тут же быстренько настрогали салатиков на этой самой яхте. Пообедали, опять же, под парусами, на ветерочке. Подняли якорь, пошли дальше. Пошли еще 2-3 часа, наверное, вот этого неторопливого ухода. Все красиво, интересно, безумно. Заходим в марину. Опять же, вернулись в марине. Походили, побродили, сходили в душ. Ну, на яхте тоже душ кисти, теплый, горячий тоже, но в марине все-таки комфортнее. Сходили в душ, переоделись к вечеру, пошли погуляли по городку. Городки все эти очень маленькие, очень интересные все эти городки. Походили, побродили, тут же сели в ресторанчик, поужинали все вместе. Опять погуляли, пришли на яхту, заснули. Утром просыпаемся. Если кому-то нужно, опять заходим в магазинчики, садимся опять на яхту и опять выходим в море. И следующая остановка в Новой Бухте. Следующий вечер в новом городке. То есть, постоянная, получается, смена обстановки. То есть, одновременно ты как будто и бездельничаешься на пляже, и одновременно какое-то активити происходит. И каждый вечер новый городок. И вечером, без жары, 2-3 часа прогуляться, мне, например, для впечатлений высшей крыши. Короче, это был самый лучший отдых. Лучшего у меня просто не было. Настолько разнообразно, настолько здорово. И настолько прикольно. Так вот, Николай рассказывал такую историю. Они ходили также по Греческим островам. И зашли в одну бухточку, пришвартовались. Небольшой какой-то там городишко, ну, деревню я бы рассказал. И пошли гулять. И смотрят указатели там. Ресторан есть какой-то. Они уже проголодались к этому времени. Поднялись наверх. Идут, идут, где этот ресторан. Тропы и прочее. Подходят, смотрят, сад какой-то. И стоят там парочка столиков. Ну, они усели из за столики, а никого нет из персонала. Ну, давай шуметь, кричать. Выходит, какая-то там старушка или дедушка. Я сейчас не помню, не буду врать. Выходят. Они типа, что такое? Ну, что это такое? Меню давайте, есть хотим. Меню нет. А что есть? А что вы хотите? Салат греческий, еще что-то. Бабуля ушла. Пришел там дедуля этот. Принес им вина. Закуски какой-то принес. Через полчаса бабуля пришла, значит, еды им принесла. Ну, они такие, значит, вот греки, ленивые какие. Ресторан называется. Короче, они закончили обед. Давай расплачиваться. А говорят, сколько? Бабуля, ну, дайте сколько, не жалко. Ну, что ты хочешь, где у вас меню? Говорит, да нет у нас никакого меню. Как-то ресторан без меню. Это и не ресторан. Короче, они вперлись в гости в дом каким-то грекам. И те сердобольные их накормили. Вот. Такой был случай. Что касается кухни. Вот мы ходили по разным греческим островам. Я там был дважды. И на Корфу мне безумно понравилось на их манере. Мы там остановились. И мы приехали раньше на два дня, чем нам должны были выдать яхту. И ходили по острову гуляли. Там безумно красивая старая крепость. А в городке, в котором мы остановились, внизу, днем, приезжали греки на легковушках. И у них сзади были прицеплены здоровенные такие, на два колеса прицепы металлические. На этих прицепах на дне были рассыпаны угли. А выше на бортах установлены вертеланы, на которых здоровые бараны крутились. И вот они приезжали, наверное, часа в два дня. От электрического привода эти вертела крутились. И вот этот здоровый прицеп, а там штук 15 этих баранов крутятся и обжариваются. Медленно, на медленном там огне, на этой жаре. И к вечеру, часам, наверное, к шести, к семи народ подходил. Они там на греки составили весы. И можно было этой баранины взять. То есть тебе рубили нужные тебе части, накладывали на тарелку, били. Это была совершенно фантастическая баранина. Я ни разу сам баранину на вертелах не готовил. И боюсь, что такого никогда не приготовлю. Мясо было настолько мягкое и нежное. Я не знаю, как добивались этого греки. То есть оно распадалось и сваливалось с косточек. Это мясо, это барана, которое обжарено на углях. Оно сваливалось с косточек так, как у меня сваливаются бараньи голяшки. Я вам показывал бараньи голяшки тушеные. Вот сюда вот щелкните, здесь повешиваю ссылку. И посмотрите. Так вы представляете, жареный на углях барашек, с костей которого мясо сваливается точно так же. Просто какая-то феерия. Я, надо сказать, безумно влюблен в греческую кухню. В простую, вкусную, насыщенную. И, может быть, кстати, когда-нибудь сподоблюсь и сам такое приготовлю. Собственно, что я в уши лью насчет Греции. Дело в том, что греки сейчас озаботились привлечением туристов на свои земли. Очень активно. И проводят конкурс. Условия конкурса опубликованы на сайте. Я ссылку под этим видео размещу. Зайдите, посмотрите. Вкратце, идея такая. Нужно публиковать в течение этого конкурса в Инстаграме селфи-фотки. На тему, условно назовем ее «Я люблю Грецию». Фотки нужны, естественно, креативные. И главное, хэштеги под ними подписывать. Хэштеги тоже будут указаны в условиях конкурса. И выигравший этот конкурс получает возможность скататься на двоих. Будет оплачена гектарная путевка в Грецию. На мой взгляд, для того, чтобы поучаствовать, не нужно ничего. Немножко фантазии, любая камера и умение делать селфи. Поучаствуйте. Чем черт не шутит, повезет и скатаетесь в Грецию. Может быть, на Корфу попадете. Я бы поучаствовал, но семья большая, и мне поездки на двоих будет мало. Так что, если интересно, вперед, загляните, прочитайте условия этого самого конкурса и участвуйте. Я столько болтал уже, вы, наверное, проголодались. Так что, сейчас я пиво допью. Вы, кстати, не думаете, что я алкаш? Вторая крючка пива для оператора. Сейчас мы закончим снимать, он тоже себе позволит. Так вот, сейчас мы пиво допьем и переместимся на стандартную нашу локацию. Столько говорить о Греции, пора уже что-нибудь приготовить. И я хочу показать вам простейший, самый распространенный в Греции греческий салат. Состав овощей для него вы прекрасно знаете. Это обязательно помидоры, огурцы, сладкий красный лук и сладкий перец. И, конечно, самая главная составляющая греческого салата – это греческий сыр фета. Орегано и маслянистые вкусные черные оливки. Начну резать овощи. Сначала огурец. Надо его помыть. Как говорил один мой знакомый в Греции, ленивый грек при приготовлении салата держит каждый овощ пополам, а неленивый старается, и каждый овощ режет на четыре части. Но у меня очень большой огурец, поэтому разрежу его все-таки на большее количество частей. Теперь помидоры, их тоже надо помыть. Я возьму сразу двух сортов. Вот такие сливовидные, они суховатые внутри, в них мало сока, они такие мясистые. И вот такие вот темно-зеленые. Это, кстати, очень вкусные помидоры. Они тоже мясистые и имеют такой яркий помидорный вкус. Не то, что они недозрелые. Помидоры, как и неленивый грек, я режу на четыре части. А теперь сладкий лук. Ну, лук я все-таки порежу помельче, с вашего позволения. Вот такими лепестками. Я думаю, будет нормально. Красота! Сладкий перец. Как быстро и удобно разделать сладкий перец, я вам уже показывал в одном из роликов. Сейчас покажу еще раз. Если у вас всего один, то можно не заморачиваться. Но все-таки посмотрите. Видите, у большого сладкого перца, вкусного сладкого, вот эта вот плодоножка немножко углублена. Чтобы ускорить весь процесс, нужно сначала отрезать ее и линию разреза вести. Не посередине перца, не по самому краешку. А так, чтобы разрез прошел как раз под плодоножкой. Смотрите, вот так вставлю. И отрезаю. Видите, что получается? Сейчас я одним движением удалил полностью все семена. И здесь уже все удалено. Теперь нужно удалить вот эти вот лепестки, пластинки. Как это можно сделать? Просто и быстро. Видите, идет пластинка. Я ставлю так. Пластинка здесь. И делаю надрез. Одновременно срезаю эту пластину. Вот она осталась. Следующую. Сразу убираю следующую. И завершение можно сделать вот так вот. А эту можно съесть. Люблю сладкий перец. Перец тоже надо нарезать очень крупно. Если уж мы готовим греческий салат. Ну, наверное, вот такими вот ломтями. И эту красоту тоже отправляем в чашу. Красота! Оливки. Надо слить эту жидкость. И добавлю их, как поступают греки, сразу с косточками. Вот так вот. Жалеть их не буду. Надо хоть попробовать, что ли. Да. Это, конечно, не греческие, но тоже очень неплохи. Ну, собственно, последние штрихи. Щепотка соли. Немного вкусного и ароматного оливкового масла. Это пока только первый заход. И надо все аккуратно перемешать. Ну, только совсем немного. Вы же помните, что у нас греческий салат, а значит, ленивый. Так, чуть-чуть. Далеко не все греки добавляют красный винный уксус, но экстрир все-таки добавляют. И я добавлю тоже, пожалуй. Вот как-нибудь вот так вот. И завершающий штрих фета. Я, конечно, каждый ломоть разрезал на две части, за что меня любой грек смешает с грязью. Ну, уж слишком они крупные. Приправляю орегано сухим ореганом. И опять оливковое масло. Оливковое масло в средиземноморской кухне вообще, и в греческой в особенности, чрезвычайно важная составляющая. Оно имеет очень яркий вкус. Используют его только экстра-верджин, для того, чтобы приготовить салаты и прочее. Поэтому, если вы слушаете про оливковое масло, а в голове содержите просто растительное масло без запаха, без вкуса, то есть любое кукурузное, подсолнечное, не суть важная, то, приготовляя такой салат, вы не получите того, что нужно. Потому что оливковое масло – это самый важный вкусообразующий элемент в этом салате. Он объединяет все. И это очень важно. И давайте уже попробуем, что у нас получилось. Кусочек феты. Сто лет фету не ел. Классный сыр. Черт, почему я ее здесь не покупаю, а? Это что-то упущение у меня. Очень по-летнему. Очень легко. Если вы еще не приняли решение о том, как проведете отпуск, подумайте о том, о чем я вам рассказал. Не обязательно, может быть, на яхте, может быть, просто в Грецию мотануться. Вообще, у меня с ней очень приятные воспоминания, признаться честно. Условия конкурса подробные. Вы найдете в описании этого видео по ссылке. Вы участвуете? Чем? Черт не шутит. Может быть, выиграете поездочку на двоих? Чего бы, я с удовольствием бесплатно скатался. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!